Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Дмитрий Гордон с нами. Вторник, 18.01 в Киеве. И мы начинаем. Присоединяйтесь все, кто любит и знает, что у нас происходит по вторникам. Бросайте эту ссылку вашим знакомым, вашим друзьям, потому что сегодня, впрочем, как и всегда, у нас будет интересно. Мы приготовили очень много интересных вопросов для Дмитрия Гордона. Я думаю, что у вас они тоже есть. Я вижу, уже пошли комментарии и пошли вопросы. Во вторник на Манеже все те же. Дима, начнем мы с твоей фееричной вчерашней премьеры, интервью с Алексеем Арестовичем на кладбище, на байкном кладбище. Я, знаешь, сейчас смеюсь. Пишут же всякие боты, любители русского мира много хейта дают. Один написал, присматривают себе места. Слава России. Да, слава России реально на кладбище. В этом этот твой подписчик был прав. Но, слушай, я тебя поздравляю. И поздравляю Алексея Арестовича, потому что вы попали в тренды, я вот сейчас подсматриваю, потому что я себя записала, в тренды Ютуба в семи странах. Ну, фантастика, правда? Причем на самых высоких местах. Я не буду сейчас грузить информацию, но, тем не менее, в семи странах. Украина, Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Грузия, Эстония. То есть везде, сегодня, вчера. И я думаю, что вы еще несколько дней продержитесь 100%. В этих во всех странах люди больше всего смотрят сейчас. Гордуна с Арестовичем. Знаешь, как в начале 80-х скандировали фанаты киевского «Динамо» «Сегодня, завтра и всегда Олег Блохин – суперзвезда». Вот можно... Времена меняются, суперзвезды тоже. Да, суперзвезды меняются тоже. Хотя для меня Олег Блохин – суперзвезда по-прежнему. Ты не поверишь, я вечерами смотрю матчи киевского «Динамо», образца моей юности. Я не поверю, да, который приходится вместе с тобой. Да, и я хочу сказать, что Олег Блохин – так и суперзвезда. Я смотрю сейчас чемпионат мира немножко иногда, да. Ну, Олег Блохин – крутейший футболист. Но Алексей Арестович тоже молодец. Надо отдать должное. Он просто играет на другом поле. И на другом, да, на другом поле и другим мячом. Я хочу сказать, что он умница большая. И то, что мы набрали столько просмотров, там уже только у меня на двух каналах миллион четыреста тысяч за сколько? Ну, еще сутки не прошли, как вышла программа. Да, уже миллион четыреста на внутреннем счетчике на двух моих каналах. И это, конечно, не предел, сколько публикаций. Вся Россия сегодня публиковала все телеграм-каналы, да? Нет, это уже не телеграм-каналы, если бы только телеграм-каналы. Это все их пропагандистские главные СМИ, начиная от Russia Today, что там у них, московский комсомолец, звезда и так далее, и так далее. В общем, помойка возбудилась. Лучше бы она помылась, Дима, помойка. Да, ты знаешь, меня всегда занимало, почему прокуроры и следователи говорили, дело возбуждено. А почему? Не знаю, вот сейчас подумала, что возбудилась помойка, значит, дело возбуждено. Они говорили, возбуждено. Даже Виктор Степанович Черномыбин в свое время, он же был автором крылатых высказываний, он сказал, возбудился господин Буш и господин его жена. Они наклонить хотят меня. Ну что, я у тебя тогда, заканчивая с интервью Арестовича, я хочу у тебя спросить, а что же там такого самого-самого он рассказал, что у вас такое колоссальное количество просмотров. Ну да, вы гуляете по кладбищу, и это само по себе очень экстравагантно. Да, во время вашей прогулки еще и разрываются снаряды, но... А что он рассказал? Это очень смешно, разорвался снаряд. И Алексей говорит, да, ну я не думаю, чтобы вот на кладбище прямо разорвалось. Я говорю, поэтому я вас сюда и пригласил. Ты понимаешь, что интересно? Интересно то, что мы говорили о войне. Первая половина беседы была посвящена войне, а вторая половина политической жизни в Украине нынешней и послевоенной. Это очень интересно. И вместе в ней Алексея Арестовича, Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Валерия Залужного. Мы говорили, как всегда, очень откровенно. У нас не было запретных тем. И ты знаешь, мне что-то... Я утром встал под душ как-то перед тем, как делать интервью с Алексеем. Думаю, ну по Киеву, по центру Киева мы уже ходили банально. Второй раз по тому же маршруту как-то неправильно. Где мы еще не были? Вдруг подумал, на кладбище мы не были. А почему мы пошли на Байково кладбище? Потому что это самое мемориальное, самое почетное кладбище Украины. Оно открыто в 1834 году и на нем лежат за столько лет лучшие люди Украины. От Лесси Украинки, грубо говоря, до Леонида Кравчука. То есть вся слава Украины практически покоится на Байковом кладбище. И мы не просто гуляли по центральной аллее, мы еще останавливались у памятника в Щербицкому, допустим, на Плющу, Лобановскому. И вот говорили о них также, о тех, кто был славой и гордостью Украины. И историей Украины, эпохой. Хорошо. Пока люди подтягиваются, становятся зрители... На перекладине? Все больше и больше. Нет, на перекладине можешь только ты. Не все имеют такие способности. Давай пойдем по актуальным, по самым важным новостям. Я у тебя хочу спросить, что тебя поразило больше всего за последние дни? Какая новость? Меня уже ничего не поражает, ты знаешь. Я уже отношусь... Ты прогулки с Аристоевичем по кладбищу? Нет, после всего, что мы увидели с 24 февраля этого года, меня уже не поражает ничего. Ничего не может меня удивить. Ничего не может возбудить, как прокуроры говорят. Слушай, мы уже, по-моему, все видели. Нас уже ничем не удивишь, собственно говоря. Вот ты скажи, что тебя удивило. Удивило? Да. Ну, удивило. Наверное, ничего не удивило. А важных новостей было много. И мы сейчас их будем все обсуждать друг за дружкой. Зеленский в обращении к большой семерке предложил России начать выводить войска из Украины на Рождество. Как ты думаешь, как Россия проеагирует? Выведет она на Рождество, собственно говоря? Какие у нее варианты остались? Я думаю, она не будет выводить войска. Она будет бросать свои войска на украинские позиции, и мы будем их убивать. Вот вывод войск России будет означать избиение войск России и самой России. Чем занимаются доблестные вооруженные силы Украины? А вот так, чтобы сама встала и пошла, ну, мне это трудно себе представить. То есть, Владимир Зеленский все правильно говорит, но мне трудно представить, чтобы российские войска встали и сказали извините, до свидания, уходим, прощайте. Простите, если что, было не так. Вот это мне представить невозможно. Что интересно, G7 сделала заявление тоже, и там сказала о том, что нужно привлечь, нет, вернее, формулировка мы привлечем Владимира Путина к ответственности. То есть, конкретно по персоналиям, я вот сейчас процитирую, военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и ответственных за это лиц к ответственности согласно международному праву. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлемая, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия чревато серьезными последствиями. Ну, есть воля, волю G7, значит, Путина привлечь к ответственности. Не просто Россию, а и Путина привлечь к ответственности. Я видел заявление Нидерландов, официальное заявление о том, что они готовы предоставить площадку для этого суда, для этого процесса. Поэтому то, о чем мы говорили про Гаагу, Путина ждет. И я уверен, что мы увидим еще процесс в Гааге по России, по Путину. Хотя мне хотелось бы увидеть этот процесс в Киеве, я бы сказал. Можно в Харькове, можно в Мариуполе. Я бы с удовольствием посещал его день от дня. С удовольствием ходил бы, смотрел, как задаются вопросы, что они отвечают, эти подонки. Вот мне бы было интересно с точки зрения журналиста, потому что я помню, мне рассказывал Борис Ефимов, художник-карикатурист, у которого я брал интервью, когда ему было 107 лет, он умер в 108 лет, уроженец Киева, Борис Ефимов. Он присутствовал на Нюрненбергском процессе, рисовал нацистских преступников, в том числе Геринга. И мне было интересно, что он рассказывал в интервью, как это происходило. Я помню, это очень смешно было. Он с большим юмором был, Борис Ефимов, но представьте, сидит перед тобой человек 107 лет, выдающийся карикатурист, который периодически засыпал, просыпался, ну такой интересный человек. И я ему говорю, вот вы на Нюрненбергском процессе рисовали Геринга, вплотную к нему приблизились и рисовали его. Как вам кажется, не подумал он, глядя на вас, ах ты, жидовская морда, не добрался я до тебя. Он подумал и говорит, не исключено. А ты сейчас рассказываешь, а я вспоминаю, как твои родители делились воспоминаниями о расправах, о судах над фашистами, которые были в центре Киева накрещать. А это очень интересно, кстати. В 45-м году, после победы во Второй мировой, в Киеве, в центре города, на Майдане Незалежности нынешнем, тогда это была, по-моему, это еще не была площадь Калинина или была, в общем, в советское время, я помню, когда я был маленький, она называлась площадь Калинина, потом она называлась площадь Октябрьской революции, а потом Майдан Незалежности. Рассказывали и папа, и мама, и Виталий Коротич, и Михаил Светин, киевляне все, которые были маленькими тогда, но весь Киев сбежался, вешали немецких фашистских преступников, генералов, офицеров, вот прямо поставили грузовики в центре Киева, на Майдане, поставили грузовики, подвезли этих немцев, и, ну, собрались десятки тысяч, холодно было, десятки тысяч киевлян, и их повесили, один сорвался, и по закону, ну, грузовики отъезжали, и они болтались уже, один сорвался с виселицы, по законам, в общем-то, не писаным таким, если человек срывается с виселицы, его уже второй раз не вешают, ну, нет, повесили второй раз, после всего, что фашисты сделали, какие для них могут быть законы, кстати, это сейчас касается русских фашистов в полной мере, ты знаешь, Песков уже прокомментировал обращение Зеленского по поводу вывода войск на Рождество, и, цитируя, он сказал, о выводе российских военных из Украины до конца года не может быть и речи. Я предлагаю не слушать Пескова, и вообще не слушать. А как тебе формулировка до конца года? Это значит, что в следующем, в третьем они такие собираются? Олеся, я предлагаю их не слушать, они уже неинтересные. Они представляют страну, которой уже нет на карте. Они что-то еще говорят, ты знаешь, это мне напоминает, как курица, когда ей отрубают голову, она еще бегает по двору. То есть страны уже нет, доктрины уже нет, будущего нет, они еще что-то комментируют. Вот что это мне напоминает. Я вчера увидел моего любимца Соловьева. Я давно не видел это чучело. Я вчера его увидел, слушай, он сильно изменился. Ты знаешь, он стал такой худой. Да ладно. Ты не представляешь, на нем лица нет. Мало того, я же помню все его френчи, он же шизик косил под Сталина, френчи себе делал. Под Кашпировского, мне кажется, он косил. Да, ему очень хотелось быть похожим на Кашпировского одно время, он даже себе прическу такую же делал. Так вот, Соловьев в новых костюмах. Это френчи уже перешитые, это уже другое, другая одежда. Я тебе его помню все. Болотного цвета был, черный у него, синий, все. Это другая одежда. И на нем нет лица. Он худой-худой. Скоро щеки впадут. То есть, или он болеет, причем не на голову, или он сильно переживает. Не исключено и то, и другое. Поэтому я думаю, вот ты о Пескове спросила, они все, повторяю, они все понимают, что им пришла тренда. Они это понимают. Они понимают, что вопрос только во времени. Когда будет окончательный. Вот сейчас, они понимают, что все, они уже не жильцы, они уже курица, которая бежит по двору. Вопрос только в том, когда курица упадет. Для них. NFT Супер Гордон. Крыса Путин. Пошел гон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон. Всего 3,5 тысячи ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супер дронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт supergordonnft.com и следуйте простой инструкцией, каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT. Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. в инстаграме на супер Гордон NFT и в телеграме на канал супер Гордон. Умные и продвинутые уже там. Присоединяйтесь. Ну вот, наверное, в подтверждение твоих слов я хочу сказать, что впервые за 10 лет Путин отменил ежегодную пресс-конференцию, где он общался и со всеми журналистами, и с народом. И в принципе это может говорить о том, что он не знает, что делать дальше, потому что пресс-конференция даже подготовленная, прорежиссированная, потому что она всегда шла у него по несколько часов, она требует развернутых ответов и модели будущего в разных сферах, потому что сейчас-то все в войну упирается. И вот такое ощущение, что он в растерянности, он сам не знает, что говорить и что делать и куда маневрировать, потому что все, везде глухой угол. Хотя, конечно, и на этот счет уже некоторые телеграм-каналы разгоняют историю про то, что на самом деле это потому, что Путин, мол, заболел, делал операцию, удалили ему, вот сейчас смотрю, пораженный раком участок прямой кишки и теперь, типа, он приходит в себя в больнице, поэтому не может с прессой, но мне кажется, это все. Не верю, не верю в это. Значит, смотри, Путин это тоже курица, которая бегает по двору с отрубленной головой. Петух? Ну, курица назовем так. Петухом называть мужчину как-то неудобно, это не по понятиям. Курица назовем. Значит, ну, я убежден, он тоже понимает, он, они живут все, знаешь, они живут по инерции. они понимают все, что песня спета. Они еще хорохорятся по инерции, они еще угрожают по инерции, они еще что-то говорят, но это уже мертвые люди. Песня спета. И Путин, да, у него каждый год красивая пресс-конференция, по шесть часов иногда. Да, заготовленные люди, все, но бывают и, наверное, не совсем заготовленные вещи. Я не думаю, что, например, наш журналист Цымбалюк, да, который периодически задавал Путину вопросы, согласовывал свои вопросы с Москвой, но мне так не кажется. Он говорил, он говорил. Зная его, он же патриотичный, хороший журналист, и вот такой Цымбалюк встал бы и что-то спросил бы такое, что цитировал потом весь мир. Поэтому, я думаю, Путин и путинское окружение обосстраховало сеть незаплоднительной радости, потому что сейчас и подобно. Ну, а второе, он может сказать, публично обосралось. На Крым 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 на весь мир все присоединило территории. Нет, к себе. Четыре области уже у России. Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская. Ну, часть территории уже освобождена из того, что они присоединили. Но это же стыд и позор. Это позор несусветный. Я уже не говорю про другое, про мобилизации, про то, что их бьют постоянно, про то, что бомбят российские регионы. Ни для кого же не секрет, что бомбят российские регионы. Сегодня в Клинцы прилетело, это Брянская область, там часть стоит бронетехника, разворотила бронетехнику. 90 километров, между прочим, от Украины Клинцы. Я когда-то проезжал их. 60. Я не удивлюсь, я не удивлюсь, если завтра дроны украинские будут бомбить Мавзолей. Я не удивлюсь совершенно. Ух ты. Да, о чем мы должны удивляться. Но если они могут долететь наши до Энгельса в Саратовской области и разбомбить три бомбардировщика стратегических, там база стратегических бомбардировщиков Пу-204, ну, повредить их, почему мы исключаем возможность, что они могут побомбить Мавзолей. Заодно решат, кстати, вопрос, вот тупая страна же, да, Россия, тупая, тупейшая, ты посмотри, они в центре Москвы, в центре столицы России устроили кладбище. Ну, ладно еще в стене, я же там неоднократно бывал, ладно еще в стене урны с прахом, так еще устины могилы прямо, там, Ворошилов, Сталин, Свердлов, Брежнев, Суслов, кого-то, может, не назвал, прямо у стены могилы. Ну, чисто некрофилы, некрофилы. Некрофилы, нет, смотри, это язычники, и в центре Москвы, столице России, лежит непогребенная мумия преступника, государственного преступника Владимира Ленина, повинного в смертях миллионов людей. Но это еще не самое интересное. Самое интересное то, что периодически там, на этой Красной площади проходят огромные концерты. От Пола Маккартни, условно говоря, до Майкла Джексона, по-моему, он там был тоже. А не говоря уже об этих патриотических шабашах, когда поет Гагарина с Расторгуевым, и этот полудурок Охлобыстин кричит «Гойда». Это все на кладбище. Это страна с перевернутыми мозгами, не нашедшая себя, не понимающая, по каким законам нравственным надо жить. Поэтому у них же в годы правления Ельцина постоянно возникал вопрос «Хоронить Ленина или не хоронить?» Ельцин почему? Он хотел похоронить Ленина. Но почему он не довел дело до конца? Потому что он заигрывал с коммунистами. А эта же страна в результате правления коммунистов, в которой погибли десятки миллионов людей, до сих пор при Ельцине большинство были коммунистами. И он боялся испортить с ними отношения, не хоронил Ленина. Та же история с Путиным. Он может тоже похоронил его. Но с коммунистами не хочется портить отношения. А тут украинские дроны могут решить этот вопрос раз и навсегда. Я думаю с Путиным другая история. Он сам думает там когда-нибудь. Ну думает, что очень наверное не скоро. Думает, что не думает. Думает, не думает. Кстати, ты знаешь, там же Сталин лежал в мавзолее. Да, знаю. Был написано Ленин, Сталин, потом после очередного пленума, когда Хрущев развенчивал культ личности, спустя несколько лет Сталина вынесли из мавзолея, свинтили золотые пуговицы с мундира и похоронили там. Ну это дикая ордынская страна. Украинская страна. Смародерзили? срезали, срезали, срезали. Ну так почему-то получилось. Срезали пуговицы. Значит 23 минуты мы в эфире, 7813 зрителей нас смотрят, мы растем. Друзья, присоединяйтесь, подписывайтесь на наши, хотел сказать телеграм-канал. На телеграм-каналы конечно тоже подписывайтесь. Я думал мы выросли, а мы еще растем. Не, мы расти еще долго будем. Дмитрий Гордон, издание Гордон, Алися Бацман и ютуб-каналы Алися Бацман, гостях у Гордона, Дмитрий Гордон. Присоединяйтесь, пишите вопросы, мы самые интересные ваши вопросы и комментарии вот вы наверное наблюдаете, выводим прямо в эфир, поэтому пишите и общайтесь. Дима, подтверждение твоих слов о дронах над Мавзолеем. Я хочу процитировать «Таймс», которая вышла со статьей буквально на днях, США больше не настаивают на том, чтобы в ИСУ не наносили ударов по территории России. «Таймс». только США вышли с Великобритания, Германия и Европейская. Смотри, вот Дима без света, без воды. Скажу, 4 часа наладится связь, у Димы интернет зависает. Нет, нет, у меня все нормально, нет? Да, вот сейчас нормально тебя слышно, Дима. Ну это такая связь, простите нас, если что. Ну бывают дни, когда 4 часа свет всего в Киеве, в центре Киева 4 часа свет всего бывает. Ну это 2 часа было, ну чего, это ночью было сразу. И в этой всегда, а в ряде домов же надо говорить о том, когда нет света, нету интернета и нету тепла и нету воды, насосы не работают, насосы от электричества работают. Поэтому вот такая история, и миллионы людей вот так живут. Поэтому, а что хотели россияне? Они нас бомбят, нашу инфраструктуру убивают наших мирных граждан, а мы будем сидеть, нас бьют по правой щеке, мы им левую подставим, мы им вставим, мы им вставим, и мы уже вставляем, и они это чувствуют. поэтому, конечно, мы будем бомбить территорию России, конечно, мы не будем бомбить мирных граждан, мы будем бомбить территорию России, военные базы, аэродромы, средоточение военной техники, живой силой противника имеется ввиду армия, и я об этом говорил несколько месяцев назад, ты свидетель, официально, много раз, что Путину надо сказать, слушай внимательно, еще раз будет бомбежка украинской инфраструктуры, мы будем бомбить Россию. Судя по всему, нам есть чем пишут мелодичка, пишут, вставьте поглубже, мы только так и делаем, вставляем глубоко и наверняка. значит, они думали, что нам нечем бомбить, ну и нам действительно нечем бомбить, у нас ничего нет для того, чтобы бомбить, оно как-то бомбится само собой, это как Голда Мэйр, я люблю этот пример, премьер-министр Израиля, одна из самых великих политиков мировой истории, рожденная в Киеве, жившая за Бессарабкой на улице бассейной, она сказала, у Израиля ядерного оружия нет, но если понадобится, мы его применим, у Украины тоже нечем бомбить Россию, но если понадобится, пробомбим по самой неболосе. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай, вот смотрите, что у меня есть, у меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде, это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел, и вот у меня в руках зефир гордон, поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда, вот посмотрите, они у меня на тарелочке, вот они, птичье молоко и зефир, вот такая красота, теперь смотрите, что у меня есть, у меня есть чашечка, обычная вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку, а теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой, я наливаю кипяток, наливаю, 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 смотрите, что же с ней будет происходить, ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите, вот она, чашечка, кто-то там проявляется, мне кажется, это я, отлично уже проявился, и теперь смотрите, вот конфеточки, ну, не, ну, это бомба, и вот зефирчик, это две бомбы, на здоровье, ребята. По поводу вставим и как раз в контексте Москвы, о которой ты говорил, в Третьяковской галерее из-за дефицита бумаги вместо билетов с изображениями картин стали выдавать чеки, цитата, это не зависит от Третьяковской галереи, с бумагой проблематично везде, не только у нас, раньше нам поставляли бумагу, теперь все, его прокомментировали в Третьяковской галерее. Интересная новость, ну, я не знаю, в России достаточно бумажных комбинатов, Кандапога, огромный бумажный комбинат и так далее, но то ли оборудование выходит из строя, комплектующих не поставляют, то ли еще что-то, они, что они могут, они могут срубить лес, и то зарубежными приборами, вот, а потом же этот лес надо обрабатывать, делать из него бумагу, вот тут проблема, сами ничего, ни на что не способны, не не способная, не придумывающая ничего страна, поэтому не исключаю, что у них не будет бумаги, не исключаю, что не будет и туалетной бумаги, но опять-таки им не привыкать. Ну, ты же говорил еще в самом начале, да, когда они сделали широкомасштабное вторжение, что закончится для них тем, что они опять будут тереть жопу, извините, пальцем или газетой, ну, вот они к этому уже пришли, по-моему. полностью тёрли газетами. Почему я об этом много ездил, служил в России? Хорошо, что мне родили туалетную бумагу и остёрки с туалетной бумаги. Видите, я видел, чем тёрли жопы мои товарищи, которые служили со мной, у них туалетной бумаги им не присылали, все тёрли жопы газетами. Вот первая часть, которую ты рассказывал про гимнастёрку свою, она заживалась. Ты её повтори, пожалуйста, сейчас тебя слышно. Повторяю. А то подумаешь, что ты тоже газетами. Правда. Бывало такое, не скрою, на учениях, что делать. А когда месяц учения, а куда деваться? Значит, рассказываю. вот армия, например, я служил с 86-го по 88-й годы. Это правда, я ж ничего не придумывал. Туалет солдатский, а иногда он на улице, ты ж понимаешь, это ж солдатская жизнь. Хорошо, что мне родители присылали туалетную бумагу в посылках вместе с печеньем и конфетками. И я себе всегда чуть-чуть намотаю и в гимнастерочку положу. У меня всегда есть немножко. Другим не присылали. Поэтому наши солдаты в лучшем случае подтирали жопы газетой на страже Родины Ленинградского военного округа, газетой «Красная звезда» Министерства обороны СССР. Ну, а если не было ни той, ни другой газетой, правда, а куда деваться? Но это было в хороших случаях, а в плохих случаях пальцы, пальцы. Поэтому, когда я поехал по территории России, бесконечные, когда мы шоу-бизнесом занимались, я же объездил всю Россию, это уже начало девяностых, бесконечные пространства, скворечники стоят по дорогам, в которых на гвозде, в лучшем случае наколоты обрывки газеты, на гвозде ржавый гвозди, на нем так обрывки газеты. В залах, в дворцах культуры газеты лежали. Газеты. О чем мы говорим? Но, поскольку газеты уже не выпускаются в основном в России, то я не знаю, что они будут делать в отсутствии туалетной бумаги. Вернуться к привычному образу жизни. Грязными будут ходить? И это тоже. Я вот буквально пару часов назад записала интервью, которое мы, наверное, завтра дадим на наших YouTube-каналах, так что сразу анонсирую, не пропустите, очень интересно. Сабасом Галямовым. Это бывший спичрайтер Путина, когда он был премьер-министром. То есть это человек, который писал публичные тексты для публичных выступлений Путина. Так вот, он рассказал резонанснейшую версию, которую ему, как он говорит, рассказали те, кому он доверяет и кто сумел ознакомиться с этой историей. Он рассказал о спецоперации, спецоперации Кремля, которую Путин и его окружение начали готовить, начиная с весны. Доверил готовить эту спецоперацию Путин Сечину. Называется она Ноев Ковчег и состоит в том, что Путина и его самое ближайшее окружение, семью и еще близкие семьи их будут эвакуировать из Кремля, из России, когда Россия полностью будет разгромлена. И эвакуация якобы предстоит Извиняюсь, вот пишет Сергей Дольский, я еще тер газетами, где были фотки Гагарина, Терешкова и членов политбюро в 60-е. Да-да, про эвакуацию Путина продолжаем. Если это как-то смягчало использование знания об этих портретах, использование газет не по назначению, то знаешь, аэкдот такой был, вы нашу газету читаете, да, оторвем, столько и прочитаем. Сейчас актуально, ты видишь, для России становится, пусть возвращаются к истокам. Так вот, главная страна, которая рассматривается для эвакуации, это Венесуэла, до этого якобы рассматривался Китай, но с Китаем сказали в итоге, что нечего связываться в этом плане, так как страшно, Китай не любит проигравших. Что ты думаешь о таких разговорах? Я думаю, что безусловно спецслужбы любой страны в любой ситуации должны рассматривать любые варианты. Это классика. То есть ты, входя в какую-то ситуацию, должен предусматривать, смотреть на несколько шагов вперед, и предусматривать как хороший шахматист разные события. Что будет, если победа, что будет, если поражение, что будет, если затяжная война, что будет, если то, если это. Все надо рассматривать. Поэтому, конечно, не исключено, не то, что не исключено, это обязаны предусмотреть вариант, что будет, если Россия терпит поражение. куда выезжать Путину. Ну, мы же знаем, что немецкие нацистские преступники рассматривали подобные варианты, и мы знаем, что огромная часть руководства рейха, СССР, и прочих организаций вермахта осела в Аргентине, в Бразилии, в Боливии. У них там были уже прикуплены земли, дилы, и так далее. Просто твоя история с газетами вызвала просто широчайший резонанс наших зрителей. Смотри, я всегда говорю правду, как есть. Я не пытаюсь приукрасить. Вот ты меня спросила, а ты сейчас мы вернемся к Аргентине, к Бразилии. Лопухом или подорожником можно подтирать? Лопухом или подорожником? Ты меня спросила, а ты, а я тебе говорю и я. Вот смотри, мы поехали на учение в Капустин-Яр. Начало 87-го года. Зима. Ну ты в 10 дней мы едем 10 человек в карте, вот купить в таком, как это не купить. 10 человек едем на границу с Казахстаном на полигон. Понятно, что туалетная бумага. Дальше мы находимся в полигоне в Капустин-Яр в Капустин-Яр в Капустин-Яр минус 20, порывы ветра 40 метров в секунду. Спим в палатке, не раздеваемся, шинели не снимаем, валенок не снимаем, не моемся. Вот так утром глазки протер, зубы не чистим, ну холодно, жуть. Дмитрий создал новый мем, жду футболку и его с газетой. Да, с газетой Бульвар Гордона. Это тебе сразу бизнес-идею подкинуть. Так я тебе рассказываю дальше. Значит, месяц живем, не раздеваясь, не моясь, ничего, да? И вот представь, а как справить естественную нужду? Это очень смешно. Подсолнухом больно, лить все колючие. Боже, у кого-то был страшный опыт. Спасибо вам. Спасибо, друзья, что вы делитесь. Олеся Леонидовна, я продолжаю. Я не могу. Слушайте меня, а потом будете... Ну, посмотрите, один знакомый разжился туалетной бумагой с портретом ВВ. Не дает пользоваться все сам. Ну, давай, ты же уже про свой капуст. Короче, а вот смотри, значит, ты выходишь из палатки, тебя сносит ветер. Сносит просто. Как в таких условиях справлять естественную нужду, как говорили в армии? Значит, если по-маленькому, то это очень интересно. Ты выходишь, отворачиваешься от ветра, и падают ледышки. Ледышки падают на землю. А если по-большому, о, это целая наука. Поскольку я был командиром топографического отделения, у меня был топопривязчик под моим руководством. Это машина ГАЗ-66, Не, не, я это прочитаю. Сейчас плакаю. Было дело. По ночи конской крапивой потерся, послевшийся, оставалось еще три дня. Ой, ну, веселый эфир. Короче, ты плачешь уже? Да. Нет, бульваром Гордона нельзя. Там можно, все хорошо, лишь бы бумага мягкая была, и свинца меньше в ней было. Короче, рассказываю тебе. И у меня топопривязчик, ГАЗ-66. То есть, ходить по-большому в степь, а там Капустиньяр, это огромная бескрайняя степь, холод невообразимый, и ветер жуткий. То есть, ходить по-большому не мыслимо. Поэтому, что мы делали? Мы прямо в Кунге топопривязчика. Стой, может, ты не будешь это рассказывать? Это, по-моему, какая-то очень страшная история. Нет, я буду это рассказывать, пусть все знают. Значит, мы прямо в Кунге топопривязчика по очереди расселали газетку, на газетку, простите, какали, и выбрасывали в степь через дверцу топопривязчика. Кто-то такие степи там удобренные. Лопух нормальный, если листья не сильно старые пишут. Ну, я же говорю, сразу лайфхаки. То есть, для тех, кто смотрит из России, сразу вот можно запасаться правильными вещами, потому что, судя по всему... Я же не просто так рассказываю, я даю советы. Идем дальше. Ты, давай, да, ты по поводу эвакуации. Да, я не ухожу от темы, я тему держу в голове. Какой информативный выпуск сегодня пишут. Кстати, друзья, не только информативный, а еще очень интересный. И нас уже смотрит 10 тысяч 760 зрителей. Присоединяйте. Ну, конечно, такая ценная информация идет. Олеся Леонидовна, продолжаю. Значит, ладно, что естественно, то не безобразно нам пишут. Продолжаю. немецкие, нацистские преступники, они же поукрывались в большом количестве в Латинской Америке. И след их простыл. Купили латифунди себе, бабок было достаточно, повыводили много. Значит, дома и укрыли. и многие вообще про где там тот же город, который ведал Купили бесследно осели. Путинское руководство службы, я имею в виду, это не бред собачий, которые нужны для жизни под рукой. Правильно. Да, мы есть в эфире. Да, тебя слышно, ты просто завис на изображение. Я периодически люблю зависнуть. Поэтому, конечно, российские спецслужбы проработали этот вариант, и я не удивлюсь, если Путин и его товарищи окажутся в Венесуэле. Сменят внешность, и Путин будет называться Мадуро. Ну вот. Интересно, еще Галямов рассказывал о том, что он считает, что все проблемы Путина сегодня и то, кем он является. Пишет, смотри, женщина, ребята, я так не смеялась, 9 месяцев в оккупации, спасибо вам. Спасибо вам, спасибо, что смотрите. Так вот, он... Скажите, подтереть попочку. Да, ну-ну. оккупантам точно кактусом, 100% никак иначе. И после этого на него слезть? Ну-ну, говори. Значит, он говорит, что его проблемы и то, кем он стал сегодня, вот этим чудовищем, это все идет из детства, что были какие-то детские травмы, которые сформировали вот эти все комплексы, которых у него хоть отбавлять. и интересно говорил о том, что он считает, что Путин будет готовить себе приемника. Я не могу не зачитать. Мне больше повезло, я подтирался письмами от невесты, они были все с поцелуями от помады. Так у него была красная жопа. Да. Он выделялся в армии, но зато, да, приятно. Да, ну-ну. Да, и он говорит о том, что он считает, что Путин, если будет готовить приемника, то он выберет Собянина, для того, чтобы тот гарантировал ему какую-то неприкосновенность, чтобы не выдавал его Западу, чтобы оставил в России и дальше каким-то образом там спускал эту историю на тормозах. Ну, смотри, что я думаю. Я для себя определил, что преемниками Путина из тех, кто сегодня есть в его окружении, могут быть два человека, на мой взгляд. В первую очередь это Мишустин, премьер-министр он и по Конституции должен заменять президента, если с ним что-то случается. И второе это Собянин. Я думаю, что силовики в окружении Путина понимают, это не хуже меня, поэтому они Собянина решили запачкать. Погнали, уважаемого человека на Донбасс, казармы туда, в окопы вернее, к бойцам. И этот убеленный сединами человек, который, кстати, мне все говорили, кто его знает, что он очень хороший организатор процессов. он и в Тюмени, где был шикарно сделал город, и в Москве он шикарно сделал город, талантливый способный человек. Они его запачкали этим говном Донбассом, ДНРами, этими ЛНРами, и теперь фактически может быть он уже выведен из строя преемников возможных Путина, потому что для Запада наверняка и для Украины он будет нерукоподаваемым. Я тебе еще в догонку скажу про Собянина. Сейчас в русских телеграм-каналах разгоняется тема про то, что после конфликта Пригожина и Беглова, Беглова это губернатор Санкт-Петербурга, на его место якобы готовят Собянина, чтобы забрать из Москвы, переместить туда. Не знаю, это не знаю, Беглов реально тупой вообще чиновник, там же знаешь, какие в Питере главная проблема сейчас? Они каждую зиму не чистят снег и люди убиваются от того, что падают, ломают себе все, не почищено, лед везде, а питерская погода она же особая, это влажность жуткая, там снег выпал, заледенело и все. Не посыпают люди об асфальт и все, делать не могут, если бы Беглов. А перед этим был православный 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 это вообще бедары. У них часто было, кгбшники наделали свои желания, теряются в православном и становятся ими, бьются головой о полчугунных церквях, не жалея ни пола, ни головы. Хорошо поэтому вот такие православные кгбисты руководят Россией. Это вообще, слушай, искривленная страна, искривленная, тупоголовая страна. Русский мир. Ты про Донбасс заговорил, там так массово вроде вагнеровцев уничтожают, да, сейчас? Ты знаешь, мне кажется, что их уже уничтожили, наверное, почти всех, но вагнеровцами называют же любого зэка сейчас, которого завербовали в тюрьме, он пошел под флагом вагнера, он тоже вагнеровец, поэтому кадровые вагнеровцы, я думаю, что их берегут все-таки, на передовую не бросают, хотя черт его знают, может, знаешь, прорваться не могут, бросают уже всех, кого не попадя, но косят их, конечно, но они воюют числом, ничего не меняется со времен Второй мировой войны, со времен Финской войны, со времен Гражданской войны, эй-эй-эй, пошли на пулемет строчит, высотку надо взять с высоты, давай на пулемет, масса, изобьем и все, взяли высотку, вот так они привыкли так воевать, Берлин брать надо, Боже мой, надо брать Берлин, обязательно к 1 мая, вот к празднику, сука, обязательно надо взять Берлин, и главное, чтобы американцы туда не зашли, поэтому надо взять первыми, ну, угробили на Зиеловских высотах в последние дни войны полмиллиона пацанов, причем это были часто мальчики молодые, призыв тогда, да, как раз, ну, конечно, самые-самые молодые, и не молодые, которые думали уже, что все, войну прошло, конечно, угробили полмиллиона, ради того, чтобы к 1 мая взять Берлин и отчитаться, товарищ Сталин, Жуков и Конев, они же наступали на Берлин, к 1 мая взяли Берлин, ничего не меняется, такие же тупые, так же прут, так же берут не умением, а числом, а наши берут точностью, наши берут с наровкой, креативом, западным оружием, конечно, вот у наших это все есть, потому что Украина, не Россия. Видимо, что так у русских не просто те же методы ведения войны, у них даже техника со второй веры, которая осталась, поэтому действительно, да, ничего не поменялось, я не знаю, как там форма, и может она все-таки уже прогнила, поэтому приходится какую-то новую использовать, а техника, они же воюют ровно тем же, что они тогда сделали, забыли где-то, прятали, а ну вот. Скоро шмайсеры откопают. У кого они остались. Нацполиция Украины нашла у депутата Госдумы России Дмитрия Саблина 11 квартир в Киеве. Молодец. Он этот Саблин родился в 68-м году в Мариуполе, а в этом году уже его наградили в России медалями за медалями ДНР, ну понятно, террористического угруппования, за отвагу и за освобождение Мариуполя, это так называется. Но как тебе вообще информация про то, что это же он не первый. Я хочу у тебя сейчас вот спросить, чтобы ты развернуто рассказал, что фактически у людей близких Путину и у его окружения много недвижимости в Киеве. Я тебе скажу больше. Я не удивлюсь, если у большого количества украинских политиков окажутся квартиры в Москве. Не только у них в Киеве, но и у наших в Москве. вообще не исключаю этого. Ты помнишь, как Караулов пять программ бедный посвятил тому, которое в Москве записано на твою маму международные. Ага, скотина, понимаешь, еще мою маму трогать. А что твоя мама? Святая женщина, еще и маму, понимаешь, трогать. Да. Так я тебе скажу, что он сказал, что Дмитрий Гордов карт рублей в квартиру в Москве больших апартаментов Сизанс его с видом на Красную площадь сдает их за миллион рублей в месяц и записал это все на свою тещу. И тряс бумажкой говорит, вот смотрите, вот у меня выписка из реестра, квартира записана на Инну Бацман. Я ему раз говорю, два говорю, ну нет у меня никакой недвижимости в России, нет у членов семьи недвижимости в России, никогда не было. Только больной на голову может покупать недвижимость в нестабильной стране, а Россия всегда была нестабильной страной, всегда. Ну я честно говорю, только больной на голову. Если бы я хотел владеть недвижимостью где-то в мире, например, я бы сказал, хочу в Швейцарии, хочу в США, хочу, где еще хочу? Ну, можно остановиться на Швейцарии и США, это самые стабильные страны. А пока что все в Киеве. Не в самой стабильной стране, но все будет хорошо. После войны, представляешь, какой рост зато будет? А пока что все в Киеве. Но я тебе больше скажу, находятся же у нас такие люди, которые безапелляционно говорят, что у Гордона квартира в Киеве. Мне недавно прислали видео, есть такой поворознюк. Это такая жирная жопа, которая сидит на двух стульях, на одном усидеть не может. Свиные глаза. И он какой-то бизнесмен. Я вообще не знал, кто это. Пока не появилось вирусное видео. Помнишь, в первые дни войны, где он там говорил, Вова, давай. Значит, поворознюк этот. Он записал видео, сказал, что Гордон агент ФСБ. И у Гордона квартира в Москве. Я живу, иди сюда 17 лет. Я ему говорю, сейчас повторяю. Я эту тварюку и высушу. Обещаю. Всем прилюдно. Если он. Он, кстати, четырежды судим и сидевший. Чувак. За мошенничество, за драки, за что-то еще. Прекрасный бизнесмен. Пробуй, негде ставить. Президент футбольного клуба Ингулец. Аграрный бизнесмен какой-то. Я этому аграрному бизнесмену, тупорылому, повторяю. Или он извинится публично и скажет, я сказал, что Гордон агент ФСБ и Гордон имеет квартиру в Москве. Это неправда. Или он извинится. Или его жизнь станет невыносимой. Это я обещаю публично. Я, ты знаешь, никогда словно ветер не бросаю. Я никогда не скажу плохо про журналиста, который будет клеветать на меня. Никогда. Я с журналистами никогда ничего не имею. Ни судов, ничего. Я никогда не скажу на кого-то слабого, кто захочет меня обидеть, оскорбить. Мне все равно. Но когда этот тварюка, президент клуба, такой крутой бизнесмен, одел, сука, во время войны на себя, типа он тоже к военным имеет отношение, одел военную форму. Аферист. Чистая аферюга. Вот с ним я проделаю неприятные вещи. Уничтожу репутацию его, посвящу ему время. Время у меня есть. Посвящу ему время. И наглядно покажу всем. Смотрите, вот эта жирная жопа солгала, сказала неправду, пытался меня очернить. Если он не извинился, за это получит. Поэтому я хочу сказать, что у него пару дней еще есть, конечно. Пару дней, не больше, для извинений. Но если он не извинится, я ему не завидую. За слова надо отвечать. Да-да, он ответит. Причем, если он думает, что я в суд пойду против него, я судиться с ним не буду. Потому что некоторых несет, но потом выносит не туда, куда они бы хотели. Угу. Идем дальше. Так, кстати, нас смотрят 12 654 зрителя. Люди подтягиваются. Хотя мы думали, что они не умеют. Только ты подтягиваешься. Кстати, Дима, а сколько ты подтягиваешься в спортзале? По старости немощи 12 раз. Так, ты пропадаешь. Подожди, пропадаешь. Сейчас у тебя что-то со связью. Сейчас, сейчас. Вот давай. Да. А сейчас, да. Вроде нормально. Я повторю. Сейчас по старости немощи 12 раз за раз. Ну, а у меня же много подходов. Ну, своих 20-25 раз подтянусь. Ну, красиво. А на брусьях 60 раз делаю. Ого. Несколько подходов. Ну, максимально 16-18 раз. Володин анонсировал проведение совместной с Турцией, Китаем, Ираном и Пакистаном конференции по противодействию терроризму в первой половине 23-го года. Что мы будем слушать этого Володина? Кто он такой? Кто такой Володин? Вообще, вот страна извращенных понятий. Опять-таки, смотри, Россия. Как они нападают на ЛГБТ? Как они гей-ропа кричат? Воюют с ЛГБТ? При этом, половина, наверное, руководителей России принадлежат к ЛГБТ. Тот же Володин. Очень хотелось бы сказать, что он гей. Но он не гей. Он чистый. Это не гей. Геи – это прекрасные культурные люди. Это не гей. Смотри, какое у них искореженное все. То есть, они, будучи геями, борются против ЛГБТ. Ты понимаешь, что у них в мозгах? Никита Сергеевич Михалков. Не для кого же не секрет, что он гей. Но тоже в первых рядах борцов с ЛГБТ. Я помню, что ты первым ему публично в интервью задавал вопрос. Я его спросил. Я его об этом спросил. У него было выражение лица, конечно. Да, но чего не спросить. Это же нормальный вопрос. Мы с тобой говорили о вооружении. Надо быть негодяями. Ну, перевертыши. По поводу вооружения. Вот в Нью-Йорк Таймс вышла статья, где они проанализировали и пришли к выводу, что Россия бьет ракетами Х-55, которые Украина передала Кремлю в 90-х. По Будапештскому меморандуму. Внимание. Да. Я читал об этом. Это, конечно, вполне возможно. Но я тебе скажу больше. Ты видишь Нептуны наши. Там одну детальку в Нептунах кто-то подкрутил во всех. Испортил, выбил в строй. Это опять-таки к разговору о российской агентуре, которая у нас засела на всех уровнях. Которой много по-прежнему. И, говоря о вооружении, не только по Будапештскому меморандуму передали часть оружия. Там передавали в рамках закона, в рамках меморандума. А сколько специально, чтобы ослабить страну, вывезли, продали, уничтожили, взорвали склады. Ну что ты. Если два последних министра при Януковиче обороны были гражданами России, Соломатины и Лебедевы. О чем вообще говорить? Тут уже не просто агенты какие-то. СБУ тоже, ты вспомни, руководили кто-то. Да, Якименко, да, тоже гражданин России. Так это граждане России. А сколько было представителей СБУ агентов России непосредственно? Я-то это знаю, и ты это хорошо знаешь. Но там проще перечислить тех, кто не был агентом СБУ, ФСБ, чем тех, кто был. Я повторю, чтобы люди понимали, на посту председателя службы безопасности Украины за все годы независимости украинской, проще перечислить тех, кто не был агентами ФСБ, чем тех, кто был агентами ФСБ. Ну так, а что мы хотим? Это то, что сейчас Украина 9 месяцев героически сражается. Это чудо. Это чудо. Да, чудо, героизм, мужество и само пожертвование, само визуство украинской армии и народа. И запад. И помощь запада. Еще одну статью я процитирую. Вашингтон пост написал. Пугают ядерной войной. Пишут, что если Украина пойдет возвращать Крым, то Путин может таки применить ядерное оружие. Украина пойдет возвращать Крым, и Украина возвратит Крым, и Путин не применит ядерное оружие. Я так думаю. Причем мы видим, мы понимаем, что сейчас происходит в Запорожской области. Украина очень активна в Запорожской области. Бахмут, это страшные бои идут. Сорубка в Бахмуте. Да, в регул Херсонского области несколько десятков русских солдат. Но это тоже понятно. Но сегодня все внести. Я уверен, что Валерий Залужный приготовил целый ряд сюрпризов. И я думаю, что, ну конечно, для нас крайне важно овладеть Мелитополем. Это стратегически самый важный на сегодня город. Но вот Форбс написал, что следующее наступление будет у нас на Мелитополь с выходом к Крымскому перешейку. Да, 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 да. Нужна погода соответствующая, чтобы не было распутинцы, чтобы мерзлая земля была хорошо промерзла, чтобы гусеничная техника на гусеницах могла проходить. То есть, когда-то висели лозунги такие, знаешь, в Советском Союзе «Коммунизм неизбежен». А где-то в Средней Азии написали «Коммунизм не избежать». Перепутали чуть-чуть слова «Коммунизм не избежать». Так вот, наступление на Крым не избежать. Возвращение Крыма не избежать. Это коммунизма можно было избежать, а здесь все неизбежно. А многие говорят, что еще раньше мы вернем Крым, чем даже Донбасс. Похоже на то. Я вспомнил еще один лозунг, который висел везде в Советском Союзе. «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Это ты сейчас в контексте мавзолея? Тупость. Нет, это в контексте того, что в Средней Азии, в какой-то из республик советских, он звучал так «Ленин-мышь, Ленин-кыш, Ленин-мыш, Ленин-тактамыш». Поэтому «Ленин-мыш», причем не летучая. Цена на российскую нефть сейчас составила около 50 долларов за баррель. То есть с начала большой войны она упала в два раза. И за 11 месяцев текущего года добыча газа в России упала на 12%. То есть все-таки количество денег, которое Путин пускает на войну, у него сокращается. Сокращается, но у него еще денег много. Не будем питать иллюзии. У него много денег, у него еще много оружия, у него много живой силы, у него еще много всего. Но великий президент Соединенных Штатов Рейган довел цены на нефть в Советском Союзе до 7 или 9 долларов за баррель. Я бы очень хотел, чтобы президент Байден сделал бы то же самое с Россией. Потому что распад Советского Союза был предопределен ценами на нефть. Потому что как только упали цены на нефть, Советский Союз перестал почти на равных соревноваться в вооружениях с Соединенными Штатами. Все, жопа оказалась голой и понадобились газеты. МВД Литвы лишило гражданства Адолфаса Каминскаса, мужа предполагаемой матери двух внебрачных детей Шойгу. Красиво звучит. Муж предполагаемой матери двух внебрачных детей Шойгу. Ты знаешь, я не люблю лезть в личные дела даже врагов. Я лично не люблю говорить. Но вывод у меня один. Найдут всех, отследят всех и мужей, матерей, и бывших жен мужей, матерей, и нынешних мужей, бывших жен мужей, матерей. До десятого колена найдут всех и все получат по заслугам. Ленин, кыш, мышь, Ленин, тыр, да мышь, это правда. Ха-ха-ха, я тоже слышал этот прикол. Да, это правда. Ты знаешь, я смотрю, что у нас в чате зрители из Китая даже есть сегодня. И вот как раз в этом контексте вы можете подтвердить сейчас. Я хочу процитировать статью тоже из Нью-Йорк Таймс про Китай и ковид. Ты серьезно подкова? Ты читаешь, видно, Нью-Йорк Таймс, причем в оригинале. Не останавливаясь. Итак, о ситуации в Пекине они пишут. Рестораны закрыты, потому что много сотрудников дали положительный результат на ковид. Обычно вездесущие работники службы доставки еды, проносящиеся сквозь пробки на своих скутерах, почти исчезли из-за инфекции. Аптеки опустили без лекарств от простуды, а в супермаркетах закончилось самое необходимое. Дезинфицирующий раствор антибактериальной салфетки пива. Менее чем через неделю после того, как китайское правительство сняло свои строгие ограничения нулевого ковид, Пекин выглядит как город, находящийся в агонии, на этот раз введенный самими жителями тротуары, пешеходные торговые улицы и магистрали пустынные. Жители прячутся в закрытых помещениях и экономят лекарства, пока волна ковид прокатывается по китайской столице. Вот еще раз прошу, друзья, вот если кто-то нас смотрит из Китая, прокомментируйте и скажите, действительно, какая у вас сейчас там ситуация. Но смотри, в Европе много ковида сейчас, в Украине много ковида сейчас, но карантин, как это было с самого начала, никто не вводит. Да, делаются бустерные дозы, следующие и следующие. Люди, которые болеют и болеют в легких симптомах, им даже разрешается, вот они выходят на работу, они везде бывают, им только в больнице нельзя заходить с положительным тестом на ковид. А так в масках они абсолютно везде, то есть практически, ну нельзя сказать, что ковид уже как грипп воспринимается, но это, наверное, уже близко к такому. Но в Китае совершенно другая история, то есть там эта тема превращается в какое-то, ну, безумие просто. Мы очень мало знаем Китай. Китай – это другая планета. Чтобы понять ее, надо быть китайцем, поскольку мы с тобой не китайцы. Ну что мы будем пытаться разобраться в китайской грамоте? Хорошо. О более близлежащих странах. Азербайджан перекрыл поставку природного газа из Армении в Нагорный Карабах. Ноу Коменс. Тогда о своем, о близком к теле. Свежие результаты опроса вышли группы рейтинг. Так вот, 85% украинцев уверены, что Украина победит русских и вернет себе все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс. 85%. Только 9% выбрали вариант возвращения этих территорий, возвращения тех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля. Понимаешь, это к вопросу о том, как Путин считает бомбить инфраструктуру, оставить Украину без света и тепла, и вот после этого они, мол, захотят мирных переговоров и что угодно отдать, лишь бы типа это все прекратилось. А даже опросы показывают совершенно другое. Он не знает Украины вообще. Для него это китайская грамота. Украина страна, которая не поддается его пониманию. Вообще не поддается. У него глобальная ошибка заложена изначально. Она состоит в том, что Путин считает, что русские, украинцы и белорусы это один народ. Это его самая главная глобальная ошибка, которая его подвела везде в том, что касалось Украины. Он не понимает, что украинцы это другой народ. Вот с этой печки надо ему и плясать. Но плясать ему поздно. Спляшут на его похоронах. Хорошо. А угадаешь, какая самая популярная книга в России стала в электронном виде в 2022 году? Я тебе сказал угадаю. Сейчас угадаю. Оруэл, небось. Ты эту новость видел или ты реально угадал? Видел, видел. Ну, смотри. Мне тоже иногда хочется быть умным и показать себя таким, ах, каким умным. У тебя получается. Не все время же дураком быть, правда? Надо и умным показаться. Поэтому, да, я эту новость прочитал, честно тебе в этом признаюсь, и поэтому блеснул своим интеллектом. Но не получилось, разоблачили. Не, ну ты признался сам. Чистосердечное признание, как известно. Скажи мне, а что происходит? Они начинают понимать, что это о них, и что-то у них там щелкает или чего? А всем интересно узнать, что будет дальше. Всем интересно заглянуть в будущее. Да, но это же правда. Тебе прислал Артем Трояновский 50 долларов. Тебе? Тебе я сказал, прислал. А, мне прислал? Да. Ну ладно. Артем, спасибо большое. Я сейчас твою честность просто проверяю. Другая бы сказала на твоем месте, это не мне, я тут при чем. А ты сразу, ага, спасибо. Не, интересно, а кто тут вообще готовится, работает? Ты вон расслабляешься. Мне на день рождения как-то подарили 10 тысяч долларов, значит, сувенирные купюры по 100 долларов. У нас уже 14 тысяч, кстати, смотрит, когда ты заговорил про 10 тысяч долларов. Сувенирную пачку подарили долларов, на них написано, на каждой 100 долларов купюре сувенир, 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 но выглядит как настоящий. Единственное, не пахнет как настоящий. Но дело не в этом. И я решил проверить несколько человек. Таким образом. Говорю, ты знаешь, спасибо тебе за все, что ты для меня в жизни сделал. Думаю, появились деньги. Думаю, почему тебе не дать? Вот 10 тысяч долларов возьми. Один говорит, да не, ну перестань, зачем? Я говорю, перестань, перестань, бери. Ну взял. И так несколько человек взяли. Проверка связи. Ну такой жестокий розыгрыш, я тебе скажу. Мы о чем-то говорили, сейчас хотел что-то добавить, но уже видно склероз. Про Орвуэлла мы говорили с тобой. Про Орвуэлла, вот, смотри. Про старика Орвуэлла. Я хотел сказать, что ты помнишь, ты застала наши встречи с Владимиром Николаевичем Байновичем. О-о-о, да. Ты помнишь. Гений. Ну абсолютно гениальный человек. Гений, гений. А? Гений. Гений, да. Вот что было характерно, мы когда с ним начинали только разговаривать, вот встречаемся, начинаем говорить, и мы не смеемся, не хохочем, мы ржем. Мы с ним так ржали, причем просто, вот просто от ничего, от того, что легко, от того, что с человеком на одной волне, ты помнишь, постоянный хохот. Владимир Николаевич Войнович пророк, а любой большой писатель, он пророк. Я советую, кстати, нашим зрителям почитать обязательно книги Войновича, а именно «Приключения солдата Ивана Чонкина», да, классика, обязательно автобиографию прочитайте Войновича. Это потрясающая, огромная книга такая. У нас она с автографом есть. И, конечно же, главное его произведение «Москва 2042». Вот это надо читать, опять же, о своей жизни сейчас всем. Когда он писал это произведение в 70-е или 80-е годы, почему оно было так популярно? Всем хотелось узнать, заглянуть в будущее. Вот прочитали, Войновича «Москва 2042». Заглянули в будущее. Так все сбылось, что самое интересное. Он же там написал, что церковь будет сращена с КГБ, страной будет руководить, да, поп в погонах, или что он там писал, да. Еще там куча всего. Почитайте. Почитайте Войновича. Это потрясающий писатель вообще. Ты знаешь, что единственное, в чем она ошибся, это в дате. Там он написал «Москву 2042», а она наступила, это Москва стала такой в 2022. Это не факт, что она ошибся, это может быть до 2042 длиться. Нет, это, кстати, началось раньше, да. Это, кстати, вполне возможно. Ты знаешь, я хочу, спасибо большое, прислали нам, видишь, как я говорю, нам, на добрые дела для Украины 300 шекелей. Я хочу обратиться к нашим зрителям сейчас и попросить вас, вот вы писали вопросы на протяжении всего эфира, мы еще не заканчиваем. Пишет Сара Коннор, вы такие забавные, веселые и классные. Это мы еще не выпили, что вы знаете. Да. А представьте себе, мы сейчас зачитаем самые интересные, друзья, так что можете прямо вот начинать писать. И я пока пролистаю, потому что очень много просто комментариев. Так, 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 может быть, нам сейчас поможет наш редактор, что-то выведет в эфир. Он может только вывести нас из себя. Так, Дмитрий, ваше мнение насчет ваших канала и что творится с церковью, хотелось услышать, это очень актуально. Что вам сказать? Владимир Семенович Высоцкий в свое время уже все спел по этому поводу. Даже в церкви все не так, все не так, как надо. Что вы? Церковь продолжение, если мы о московском патриархате сейчас говорим, продолжение ФСБ, причем непонятно, где ФСБшников больше, в самом ФСБ или в церкви. Кто-то спрашивал, сейчас еще тоже был вопрос по поводу того, когда закончится война. Как ты это ощущаешь? Я не могу сказать, когда закончится война. Более того, никто вам не даст ответ на этот вопрос. Никто. Она может закончиться завтра, а может длиться еще годы. Кто знает. будет зависеть от целого ряда факторов, но опять-таки давайте изучать историю. Видели, как Советский Союз за один день приказал долго жить? Вот так и война может закончиться. Сто процентов. Так, идем дальше. Как вы представляете моральное восстановление страны после победы? Как будет Украина превозмогать боль утрат и потерь? Я думаю, что сейчас мы, конечно, на драйве таком военном. И поэтому нам легче, чем могло было бы быть. Когда закончится война, конечно, будет тяжело. И морально, и материально. Надеюсь на помощь Запада. Опять-таки Украина станет очень привлекательна, на мой взгляд, для западных инвестиций, пока до войны она вообще не была привлекательна для западных инвестиций, потому что мы жили не по законам. Уверен, что после войны все изменится, коррупция, стоп, закон для всех один, и тогда появятся инвестиции, тогда Западу будет интересно вкладывать наш рынок. Вот у меня на это большая вкладывается. вопрос ко мне вывели. Олеся, как вы с ним справляетесь? Дмитрий Ильич очень властный. Он не властный, он классный. Это вы перепутали. Так. Справляется. Димочка, ты пропадал. Еще раз повтори. Я говорю, что он справляется. Да. Так, 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 так. Давайте нам еще вопросы. Еще вопросы. Ага, кто-то, кто-то здесь, кто-то здесь, кто-то здесь пытается, я так понимаю, из России. Зритель, как вы с долгами будете рассчитываться? Имеется в виду Украина, вы же оборванцы. Ну, ответьте, кто это. Антон Глухов. Ответь этому Антону. Антоша, мы у вас заберем. Вы нам много должны, чтобы вы понимали. Мы репарации, заберем все. Мы вас обчистим. Вот, чужое нам не надо, но свое, все, что вы разбомбили у нас, все, что вы уничтожили, семьи, которые потеряли кормильцев, мы все за ваш счет решим все наши вопросы. Поэтому не волнуйтесь, мы знаем, где брать деньги. Мы их возьмем у вас. Прочитаю еще одну важную новость. Вот группа стран с восточного фланга Евросоюза официально высказала, перевожу просто с украинского, высказала неодобрение, заявлением Макрона о том, что с Россией стоит говорить о гарантиях безопасности для нее. В этом ряде стран Чехия, страны Балтии, Польша, Словакия, ну, собственно говоря, наши друзья, да. Но, ты понимаешь, уже официально оформляется недовольство той политикой, которую Макрон проводит по отношению к Путину. Макрон задрал со своей любовью к Путину. Вот просто задрал. У меня других слов нет. я говорю еще раз то, что думаю. Я не чиновник, не бюрократ, не официальное лицо, поэтому могу себе позволить. И позволяю. Макрон мне уже осточертел своими настойчивыми звонками к Путину. Он, по-моему, подсел на это. У него психологическая зависимость. Это как Саркази. Приезжал к Саакашвили, когда Россия напала на Грузию, и требовал соблюсти все требования России, и чтобы Путин был доволен. Так и Макрон сегодня. Я не понимаю, какую цель он преследует. Может, он на зарплате у Путина сидит. Я не знаю. Фион-то, видите, какую карьеру сделал. Бывший премьер-министр Франции. В нефтегазовых структурах России. Поэтому сохранить лицо Путина, он просит. А как сохранять то, чего нет? Где вы видели у Путина лицо? У него лица нет. Это не лицо. Он давно его потерял. Нам напоминают, что сегодня маленький праздник. Такая дата хорошая. Сегодня 8 месяцев, як крейсер Москва, гостю я украбів. Треба пом'янути. Москва по ком звонят? Твои колокола. Хорошо, хорошо поёшь. Давай ещё. По-моему, ноту не так взял. Так какая, к чёрту нота. Мало того, и не одну. Чём ты говоришь? Пой душой и пей. Так, думаю. Вот ещё комментарии наши зрители. Думаю, 2024 года май победит Украина. Али Алиев. Али, трудно сказать, когда это произойдёт. Явно одно. Украина победит. Сто процентов. Просто как важно, чтобы это произошло как можно скорее, потому что каждый день это жертва и это разрушение. Али Алиев написал нам, наверное, азербайджанец. Я вспомнил, только пришёл в армию, в учебке, мы знакомимся с ребятами. И такой невысокого роста, хороший паренёк, азербайджанец. Я спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, Али Фугар. Я говорю, понятно, Дима, всё. Ну и общаемся с ним. Говорю, Али Фугар, скажи. Он говорит, что ты меня называешь Али Фугар? Я говорю, ну ты же сказал твое имя Али Фугар. Он говорит, нет, я Али Фугар. Я говорю, ну я же тебе. Он говорит, нет. Короче, оказалось, произносил Алиев, его звали Бугар, Алиев. Произносил долго, а вот Али Фугар. Парень был. Ещё одна новость. В Украине впроваджуют ввоз генераторов из Тарлинков без налогов и НДС. Правильно делают. Я хочу сказать, что вообще предела человеческой подлости и цинизму нет, конечно. Но я никогда не думал, что во время войны, когда все украинцы так сплотились, когда мы столько делаем для фронта, для победы, что во время войны среди наших чиновников, среди просто людей появится столько гадости, вот когда многие делают на войне деньги, обманывают, крутят какие-то схемы. Вот сегодня, во время войны, постоянно СБУ, НАБУ задерживают, задерживают, ловят. Сколько СБУ словили тех, кто распродавал гуманитарную помощь, сколько НАБУ задерживает чиновников. Поразительное дело, в стране война, а для кого-то это мать родна. Вот они по-прежнему продолжают многие свои теневые схемы. Вот, поэтому, а что, на таможне можно подумать, там все нормально сегодня, во время войны. В общем. Итак, нас смотрят 14 486 зрителей одновременно, и мы находимся на... Это при этом, Олеся, Олеся, это при том, что сейчас, ну, пол Украины точно без света. Мы находимся в эфире уже один час, почти 24 минуты. Скажи, пожалуйста, ты готов продолжать дальше, или будем расходиться до вторника с нашими зрителями? Разойдемся, как говорится, по-хорошему. Ну, можно еще сколько? 19 25, ну, давай до 19 30 поговорим. Хорошего понемножку, сказала бабушка, вылезая из-под трамвая, накаталась. Вот хорошего должно быть понемножку, что же мы в эфире так долго. На бабушке начала расти дальше смотрибельность. Дедушки воодушевились. Да, я вижу, что нам прислали еще почти 20 долларов, да, ну, не будем читать, тут хорошие дела пишут, учитывая правила. Мы не имеем права, ребята, мы деньги отправляем куда надо, вы знаете куда, просто YouTube нас предупредил, мы не имеем права собирать деньги на войну официально. Через YouTube, да. Мы друг друга понимаем. Хорошо, скажи, пожалуйста, я у тебя, наверное, пару месяцев назад спрашивала, вот наступит победа, вот первое, что ты хочешь сделать после победы, это твоя такая маленькая или большая мечта. Ты тогда сказал, что залпом стакан водки выпьешь. Сейчас, если я тебя спрошу об этом же, ты что-то, что-то еще допридумал или, может, мечта такая, ну, желание поменялось? Смотри, я заготовил такие помидоры, на Бессарабке купил трехлитровую банку, я же, когда покупаю, я всегда пробую, вот, такие вкусные соленые помидоры, ты не понимаешь под водку, как они хорошо пойдут. Ой, поэтому вот я придумал про помидоры, банка стоит в холодильнике, завернутая целлофаном, чтобы ничего не испортилось еще, закрученная. То есть, ты мечту тюнингуешь, усовершенствуешь, а водка? Ну, водка всегда стоит. На то она и водка. На то она и водка, да, она всегда стоит. Стаканы есть. Ну, все есть, это прекрасно. Ты сказал по поводу того, что Соловьев так плохо стал выглядеть в последнее время, а если в целом... Лица на нем нет. Ну, у него его никогда и не было. В целом, если сейчас оценить то, что происходит на их телеканалах пропагандистских всех. Ой, мы сейчас... Олеся, мы сейчас выпускаем коврики. У меня же есть гордон. Это магазин мельничьего мерча. Вот шампунь гарантирует голову этим шампунем. Шутка. Конфет, птичьи мальчики. Птичьи мальчики. Ну, хит, конечно. Дима, подождите, пропадаешь. Сейчас интернет отваливается. Давай, заново все повторяй. Я говорю, у меня есть моего, называется. Там шампунь от волос, шампунь от волос гарантированно моете голову и падают волосы. Выпадают все. Шутка. До конфетам, шоколадки, футболки и так далее. Ну, конечно, хит продаж это яйца гордона в шоколаде в золотой пирамиде. Все думали, я прикалываю, что я такое выпущу. Но я выпустил шикарный шоколад из прекрасного шоколада яйца. Вот, большие. Это тешит мое самолюбие. Лепили с оригинала, Дима. Да. Но я говорил сейчас о чем? Я говорю, что я заговорил о магазине мерча? вы заходите. Потому что коврик. Коврик. Да, молодец. Молодец. Вот у тебя светлая голова. Тут просто спрашивают, Дмитрию 55 лет, а сколько бацман? Ну, так вот, Бацман 56. Открою маленький секрет. Еще помню. Мне просто чуть-чуть меньше. 54. Бацман на год меня старше. Ей 56. Да ладно, мне 54. Не расскажешь. Классическая хирургия достигла огромных высот. Посмотрите, как в 56 лет выглядели. Послушай, ну вот ты сейчас прикалываешься, а я тебе скажу, что у меня на каждом стриме находится тот, кто приходит и пишет. Ну, что же она так губы накачала? Ну, с каждым же разом все больше и больше она туда... А я тебе говорил, не качай губы? Готокс или что там. Ну, что же это так? Ну, разве же так можно? Это же неприлично. Я вспоминаю всегда мою бабушку. Бабушка сколько лет жила, она учительницей работала, она была всегда, она пользовалась авторитетом, она такая строгая, правильная, очень хорошая женщина. И она мне говорила, вот помню картину, ну, не знаю, может мне лет 6-5. Она на меня смотрит и говорит, ну, что же так говорит? Ну, как же у тебя такие губы, говорит? Ну, ну, это же... Я говорю, ну, какие? Она говорит, ну, вот такие, посмотри. Я говорю, ну, что? Она говорит, ну, это же неприлично. Я говорю, что неприлично? Она говорит, ну, такие большие губы. Она говорит, ты их поджимай. Я говорю, в смысле, как можно губы поджимать? Она говорит, ну, вот так, и поджимай. Я говорю, ну, когда я, например, просто сижу и ничего не делаю, я могу так поджимать. Ну, а когда я разговариваю, это же неудобно поджимать, ну как ты себе это представляешь? Ну вот, теперь ты продолжай про коврицу. У меня два вопроса к тебе. Почему ты не слушаешь бабушку и почему ты вколола ботокс в пять лет? В губы. Это хороший вопрос. Это переплюнуло сегодняшнее даже обсуждение про бумагу. Так вот, чего я заговорил про магазин мерча Гордон Шок? Кстати, заходите на сайт Гордон Шок, получите удовольствие. Потому что мы сейчас уже заказали и скоро получим напольные коврики для вытирания ног с лицами Путина, Скобеевой и Соловьева. Актуальная, актуальная штука в доме. Это полезно. И очень нужно. Об эти рожи вытирать ноги, это потрясающе. Гости будут приходить только ради того, чтобы воспользоваться ковриком. Да, так вот Соловьев и пропагандисты. Ну, я тебе скажу, что они плохо выглядят все, на них лица нет. Они понимают, что дело жопа. Они понимают, они что, идиоты? Нет, Соловьев умнейший человек. Если можно назвать его словом человек. Дима, ну, как ты хотел. Час тридцать, мы в эфире. Друзья, спасибо вам. Пишет девушка Дмитрий Олеся. За этот год уже родными почти стали. Вторая семья. Можно к вам приемной дочерью? Ахахах. Спасибо. Лестница Стремянка, кстати, это одна из наших... Хозяйстве пригодится. Можно. Спасибо большое. Пожалуйста, смотрите нас в следующий вторник. Встречаемся в том же месте, в то же время. 18.00 по Киеву. Подписывайтесь на наши Ютубы. В гостях у Гордона. Дмитрий Гордон и Олеся Бацман. Слава Украине! Героям славы!